Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю историю, дам свои комментарии, потом тоже напишите, поделитесь своим мнением по этой истории. Чуть меньше двух лет назад мы общались в интернете с турком. До этого я не общалась вообще с турками, вернее он курс курортного города Турции, но родом из деревушки, не имеет собственного жилья, работает на стройке и разведен. Я на все закрывала глаза, влюбилась, общалась, но сказала ему, что не могу приехать, так как у меня нет денег. Сказала, если хочешь, чтобы я приехала, купи билет. Он обещал, тянул. В конце уже мои чувства подостыли, так как мне 45 лет, и красивым словам я уже не удивляюсь, не верю. Но вот он решил купить мне билет. Купил. Я поехала, очень волновалась. Здесь я уже давно не встречалась с мужчинами, так как нет времени. Работаю с утра до ночи, воспитываю одна ребенка. Он встретил, поехали к нему домой, вечером пошли в гости к его сестре. Я молчала, так как не понимаю языка, было неудобно как-то. Она встретила так, как будто я каждый день с ним прихожу. Орешки, чай, посиделки. Они общались. Я иногда писала через переводчик что-то. Через день он начал говорить, что карантин усиливается и могут отменить рейсы, поэтому я должна уехать. Хотя билеты брались на 10 дней. Я сказала, не отменят. Потом он сказал, что его вызывает на суд первая жена. Показал какое-то приложение в телефоне. И я в итоге уехала. Он купил новый билет, оплатил дорогу. Я спросила, я тебе не понравилась? Он сказал, что проблема не в тебе, но он не хочет сейчас жениться и поедет в Россию на заработки. Я сказала, я тоже не собираюсь за тебя замуж уходить, а просто приехала отдохнуть. Я уехала, конечно, было обидно. Сама оценка понизилась на нет. И его друг по секрету мне сказал, что, наверное, просто ты ему не понравилась. И он побоялся, что друзья увидят тебя, и если узнают турчанки, то они не выйдут за него, не женятся на нем вообще. То есть, если он подзовет какую-то турчанку, если ее увидят, его увед с иностранкой, как я пытаюсь понять логику, то типа турчанка за него замуж не пойдет никогда. Не забывайте, это из села Курту, у которого нет дома, там вообще аховая ситуация. Да, он мне сказал тогда, что язык это проблема, он женится на турчанке. Хотя до этого он говорил, что турчанки плохие и что турки темпераментные. Он мой ровесник. Они кушают на полу, ставят все в разнос и на пол. В холодильнике одна зелень и овощи. Смучался, чтобы я не переодевалась в домашние вещи после прогулки. Сам сколько я бы ходила в тех же вещах, что гулял, ел, отдыхал в них, хотя в шкафу вроде много вещей. Там жарко, потеешь, как так можно вообще жить? Это мне попался такой. Я не слушала его. Одела халат. Его все это бесило, по-моему. Сказал, что я толстая, хотя прекрасно знал об этом. В общем, в начале приезда домой для меня был стресс. Сейчас я отошла, но не понимаю, зачем все это ему было нужно. При встрече он почувствовал, что я остыла к нему. Или он думал, я буду лебезить перед ним и во всем соглашаться с ним. Но я не потратила ни копейки. За все это оплатил он. Ну и сказал бы, извини, ты мне не понравила. Зачем придумывал всякие отговорки? После моего отъезда сказал, что сестра ругала его, что отправил меня. Не знаю, насколько это правда. Заблокировали друг друга и на этом точка. Говорит, что переживает за сына от первого брака и думает только о нем. Хочет забрать его у жены. Да, сын без конца звонит ему. Сейчас пишет моей подруге. Она дурачит его. Он не в курсе, что мы знакомы. Ко мне какой вопрос в этом письме я не услышала. Даже не знаю, что сказать. Да, вам попался такой. О чем вообще говорить и на что можно надеяться, если человеку жить негде? Работает на какой-то стройке. Сам из курортного города Турции. Ну, родом из деревушки. Не имеет собственного жилья. Работает на стройке. Разведен. Не имеет собственного жилья. В смысле, он снимает квартиру какую-то, да, жилье? Вы это имеете в виду? Не имеет собственного жилья. Ну, окей, многие снимают такое. Здесь есть ничего страшного, но... Ну, как бы, а вы чего ждали-то? То, что они едят на полу, он из маленькой деревни. Вы же видели, куда едете. Точнее, вы это все, наверное, до созвона вашего, до вашей встречи на созвонах это все, я не знаю. Короче, у меня нет слов подобрать, чтобы что сказать. Ну, вы расстались, поставили точку, и что дальше? Я просто у вас вижу терзание однозначно в конце письма, то, что... А почему он не поставил точку, тря-ля-ля? Это же типичный невротик, да? Вам хочется, что у вас еще в конце вы щеку подставляете, и еще раз головой макнули в одно, что-то в плохое, да, и вам уже окончательно надо разорвать. Еще вас задевает, что он сейчас переписывается с вашей подругой, которая ему дурачит голову, он не знает, что вы с ней знакомы, да? Вас же это задевает, что вас не выбрали. Ваша самооценка понизилась, что даже какой-то стрёмный чувак из деревни без места, без всего, работающий на стройке вас не предпочел, правильно? Вас же это задевает. Но я вам хочу что сказать-то, вы берите инициативу своей жизни в свои руки, свою ответственность за свою жизнь. Ну вы же видели, к кому едете, вы хоть как-то с ним общались, вы знали о том, что он разведен, что он работает на стройке. Вы говорите, я закрывала на все глаза. Ну кто виноват-то? Ну назакрывались, получили вот теперь по шее, скажем так, пинка такого нехорошего, негативчик такой. Понизилась самооценка после встречи. Ну потому что вы глаза раньше закрываете, теперь умнее будете. Что ты скажешь-то? И вообще, никогда нельзя идти. Это же невротики, понимаете? Через боль идут на отношения. Тебе что-то не устраивает? А я героиня, я закрываю глаза, я готова страдать. Любовь равно боль. Я закрываю глаза на работу, на его, на что денег нет. Для кого эти жертвы? Вам что, от этого лучше? Вы еще потом хапнули, даже такой мужик от вас отказался. Знаете, я что хочу, какой вам, скажем так, настрой дать? Вам нужно не сидеть и думать, а почему так? А чего, а почему? Нет. Это для вас главный пинок, который вам сейчас стимулирует вас для развития себя. Вы говорите, я работаю с утра до вечера, воспитываю ребенка. Окей. Очень многие так живут. Очень вас хочется поддержать. Мне вас жаль, что у вас так сложилась жизнь. Но если у вас нет времени заниматься спортом или финансовые возможности, например, платить за спортклуб или так далее, меньше подсидите за своим питанием, меньше кушайте углеводов, например, да? Правильно питаться начинайте. Вечером с ребенком пошли погуляли, но каждый день. Я имею в виду, что вам нужно поменять свою жизнь на новые привычки. То есть был укор, ты толстая, да? А он сказал, вы ему сказали, он и так это знал до встречи, да? То есть он вообще в принципе некрасиво гадски поступил, еще и укалывается что-то в больное. У него свои там комплексы, проблемы. И просто он понял, что вы друг другу не подходите. Но съехать с этой ситуацией пытался некрасиво, вас там обвиняют, типично вообще. Я не буду все повторять, все в моих видео, если вы их смотрите, в тонкой линии про всякие расставания, про другов поведения, все это сказано. Вы, значит, просто мои видео немного очень смотрели, вот честно. Так бы, кто смотрит, тот в курсе их поведения, что такое. Вот так они, да, расстаются и могут там некрасиво как-то уколоть, там, обидеть и так далее, чтобы себя от чувства вины снять. Я к тому, что это вам толчок менять свою жизнь, похудеть, если вас задело то, что вас назвали толстой. Правильно же, это понизило самооценку. То есть из этого негатива надо взять плюсы и менять свою жизнь. Я хутею, да, я занимаюсь своей жизнью. Я читаю, например, начинаю читать какие-то психологические хотя бы книжки, чтобы поднять свою самооценку, понять, что причина моей низкой самооценки. Вот, кстати, самооценка и вес. Может быть, вы заедаете свою горе, свои какие-то проблемы и вариант. Свою усталость, потому что вы с утра до вечера на работе. Вы можете общаться в интернете с какими-то мужчинами, знакомиться для поднятия своей самооценки, чтобы вам говорили, что вы хорошая, красивая, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это как вариант. Очень многих это, кстати, хорошо срабатывает. Женщины, они просто не едут там навстречу, знакомятся или еще чего-то. Просто общаются в интернете, поднимая себе самооценку. Не надо из всего этого брать позитив. Я к тому, что не надо ковыряться в этой ситуации. Все, перечеркнули, закрыли. А вы, как невротик, ковыряетесь в них, пытаетесь. Причин найти, злитесь и так далее. Ну, было и было, все, короче. Вот вас обидели, вы должны зациклиться на том, что вас обидело. Вас назвали толстой, что вы не знаете язык. Там, что еще было такого? И все такое прочее. И вы должны подумать, вот в этом я хочу измениться. Чтобы мне больше даже какое-то, простите, чмо там со стройки. Ну, и так образно, да, условно говоря. Я имею в виду мужик, который там из деревни у самого нет уровня культуры и так далее. Чтобы он мне еще носом в это что-то тыкал. Чтобы вот такой, как он, никогда в жизни мне на это не указал. В этом я должна быть лучше. Соответственно, мы худеем, читаем книжки, образовываемся, развиваемся и так далее. Улучшайте свою жизнь. Не циклитесь на негативе, который вы хапнули. Отодвиньте просто. Если вы об этом начинаете думать, размышляя, вам, значит, вы кайфуете от копания в том, что вас обливали грязью. Чтобы из этого выйти, начните себе сами поднимать самооценку. Начните себя любить. Или от обратного. Вообще возненавидьте свои килограммы того, как вы выглядите в зеркале. И начинайте воевать сами с собой. Для того, чтобы выглядеть лучше, так как бы вас это устраивало, вам бы было приятно посмотреть на себя в зеркало. И чтобы какое-то, простите, чмо когда-то не сказал, ты не такая, ты не так одета, ты не так выглядишь, ты толстая или еще какая-то. Боритесь с этим, воюйте с собой. Ну, просто с чего-то надо начинать, а потом это хотя бы вот в такой форме, это выйдет куда-то, и вы потом все равно научитесь себя любить, скорее всего. Это само собой, надо запускать этот процесс. Это вам урок, точка кипения, от которой надо давать себе старт, изменять свою жизнь. Это лакмусовая бумажка была, которая вас наталкивает, вам уже вселенная орет, давай меняться. Что-то в твоей жизни, вот сейчас дома у тебя в твоей стране происходит не так. А на самом деле ваши горести, вот эти переживания, обиды, они на самом деле на саму себя направлены, в свою жизнь сейчас. Мужчины это чисто так, который просто триггер, который вам срезонировал, вы на это обращаете внимание. Вот, так что я вам желаю перемен в своей жизни, я вас прошу женщин, особенно те, кто постарше меня смотрят, у меня есть такие очень много, кстати, кто на сайте знакомствах сидят, самооценку себе поднимают, вы об этом открыто в комментариях пишите. Так что женщины, я вам прошу дать какие-то советы дельные, кто выходил из таких ситуаций. Кто менял свою жизнь, кто не видел какого-то выхода, но при этом, вот благодаря чему вы отсюда вылазили, напишите в комментариях, пожалуйста, дайте совет этой женщине, потому что, ну сегодня это турок какой-то беспонтовый, завтра еще кто-то будет, то есть это можно вот этот негатив хапать, постоянно в этом вертеться, оно вам надо? Нет, надо менять себя, свою жизнь, это вам прям такой вот, вот он волшебный пендель, я вам его видео даю, и вот эта ситуация вам вот этот старт дает, так что держитесь, давайте меняйте свою жизнь к лучшему, чтобы никто никогда не посмел вам сказать, что вы какая-то не такая, надо менять себя. Всегда под видео оставляю свою почту, куда вы можете написать свои комментарии, истории анонимные, либо записаться ко мне на психологическую консультацию. Если вам видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарии, советы конкретно этой женщине, как выходить, как задать себе этот толчок, начать менять свою жизнь к лучшему. Скоро увидимся, всем!